Нет, нужны перечислять, что дает газ человеку, особенно на селе, где нет централизованных систем отопления. Это совсем другое качество жизни, когда индивидуальное отопление можно отрегулировать, когда в ванной и на кухне есть горячая вода. Сейчас сразу в 10 муниципалитетах Верхневожья ведется строительство газовых сетей. Завершаются работы по устройству межпоселкового газопровода ГРС Бежицк, поселок Максатих, а протяженностью 60 километров. В настоящее время продолжается строительство газопровода Ржев, Оленино, Нелидово, Западная Двина. Межпоселковых газопроводов до Нелидова, Оленино, а также до Белого, Западной Двины, Торопца, Весьегонска, Сандово, Удомли, Лесного и распределительно газовых сетей по указанным населенным пунктам. На некоторых работы идут синхронизированно со строительством дорог, например, на северо-востоке нашего региона. Эта работа идет параллельно с программой газификации, которую реализует компания «Газпром» по поручению президента. И вот эти два фактора, транспортная доступность и газификация северо-востока, вводят уже в современную конкурентную жизнь все наши районы Тверской области. В рамках догазификации, которая проводится в соответствии с поручением президента России, продолжается бесплатное подведение природного газа до границ земельных участков потребителей в ранее газифицированных населенных пунктах. Работы ведутся на территории 29 муниципальных образований в 670 населенных пунктах. На данный момент заключено более 16 тысяч договоров, исполнено 13,5 тысяч. При этом в Тверской области обеспечена социальная поддержка отдельным категориям граждан по этому направлению. На финансовую помощь при газификации своих домов могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО, члены их семей, многодетные семьи Верхневолжья и некоторые другие категории жителей.